Ахименес – цветок, как выращивать растения. Красивый комнатный цветок принадлежит к обширному семейству гиснериевых. Его цветы, напоминающие граммофоны, встречаются всевозможных оттенков, однотонные и многоцветные. Вырастить его легко и просто, украсив подоконник, плоджи, балкон или цветник в саду. Ахименес – что это за цветок? Род цветковых растений Ахименес – лад. Ахименес принадлежит к семейству гиснериевых лад. Джисенриоси – многолетник относится к травянистым корневичным видам, имеющим выраженный период зимнего покоя с отмиранием надземной части. Цветы Ахименеса хоть и обычны, но очень красивы к сведению. Наиболее распространен Ахименес фиолетовый и белый, реже можно увидеть эффектный Ахименес красный. Краткое описание это растение было обнаружено в Южной и Центральной Америке. Его надземная часть у современных культиваров своим гавитусом напрямую зависит от сорта. Сегодня селекционеры вывели свыше тысяч наименований, отличающихся большей или меньшей компактностью и всевозможными оттенками венчиков. Встречаются простые цветки и махровый, одиночный и парные, цветоносы поодиночке или группами отрастают из листовых пазух. Стебели обычно слабые, хрупкие, поникающие или прямостоячие, практически не ветвящиеся, имеют опушение, подобно сенполием. Лист также опушенный, сочный, с пильчатым краем, имеет окраску с обеих сторон, легко ломается. Чашечка простого цветка с пятью лопастями и очень узкой сердцевиной. У венчика длинная изящная трубка, от которой отходит широкий отгиб губа, с ровным или гофрированным краем, симметричный или асимметричный. Рейзома хименеса с сокращением светового дня осенью надземная часть полностью отмирает. Корневища рейзома переходят в состояние спячки. Внешне они немного похожи на вытянутые красно-коричневые кедровые шишки около 1 см восточной долготыми 3 до 5 см восточной долготыми в многочисленных чешуйках расположенной спящей почки. Весной рейзомы легко просыпаются и стремительно наращивают новую зеленую массу. Обратите внимание, при качественном уходе цветение длится практически непрерывно от весны до глубокой осени, либо двукратно с промежуточным периодом покоя и наращивания бутонов. Осеннее естественное увядание ахименеса разновидности комнатного растения с названиями. Сложно передать всем многообразие современных сортов ахименеса, ведь новые наименования каждый год поступают в продажу и регистрируются в каталогах. Среди коллекционеров пользуются популярностью серии, выведенные именитыми селекционерами. В основе каждой из них генетип той или иной видовой группы. Ахименес длинноцветковый, ахимена сланги флора. У этой видовой группы цветок простой петелопасный белого-синего или сине-фиолетового оттенка. Лис зазубренный по краю зеленой либо с бардовыми прожилками. Листовые пучки по 3-4 штата отрастают мутовками на сочных ампельных побегах. Страна происхождения – Готемала. Впервые был культивирован в Великобритании в далеком 1841 году. Ахименес ланги флора – сорт Чиапас ахименес крупноцветковый. Ахименес гранди флора – еще одна видовая группа, отличающаяся петелопасными. Цветками фиолетового, сиреневого или белого окраса с белой сердцевиной и красно-коричневыми крапинками в зеве. У цветочной трубки характерное тупое окончание. Хотя название указывает на крупность цветков, они размерами уступают многим современным культиварам, а листья существенно крупнее венчиков. Ахименес гранди флора – сиреневыми цветками ахименес Джорджия – Джуариджия. Во многих каталогах разновидность фигурирует ответвлением. От видовой группы длинноцветковых ахименесов ланги флора. Имеет крупные белоснежные цветы, у которых в зеве могут встречаться мелкие желтые или сиреневые крапинки. Ампельные сильно ветвящиеся побеги с тонкими стеблями паникают от тяжести многочисленных бутонов. К сведению, в сравнении с сортовыми культиварами этот вид отличается повышенной стойкостью к неблагоприятным условиям и корневой гнили, характерная черта природных форм. Ахименес Джорджия – белоцветковые ахименесы – уход и выращивание в домашних условиях. В целом правила агротехники довольно просты, опережая по этому параметру синхоли более капризные к уходу. А с учетом длительного периода зимнего отдыха, когда растению не требуется никакого внимания, культура приобретает все больше поклонников. Ничто не мешает получить отличный результат в условиях средней полосы России и Подмосковья. Только на Дальнем Севере потребуется организовать дополнительное досвечивание. Освещенности и температурный режим больше всего ахименесам подходят западные и восточные окна, а также их можно с успехом выращивать на застекленных лоджиях с частичным притянением в самые жаркие часы дня. Оптимальная температура дома для активного роста в диапазоне 18-25 градусов. При более высокой температуре цветки могут осыпаться слишком рано, а новые бутоны не раскроются. Когда в сентябре-октябре существенно сокращается продолжительность цветового дня, цветение постепенно убывает. Куст готовится к зимнему покою. Понемногу сокращают полив, прекращают подкормки. Как только начнут видать побеги и листья, полив на 100% прекращают. Обратите внимание, сухие побеги нужно отломить, когда это станет возможным, но не срезать, пока они сочные. Ризомы до последнего момента продолжают получать от них питательные вещества. Многие садоводы предпочитают выкапывать ризомы зимой и хранить в пакетах с сухим торфом или вермикулитом. Допустимый температурный диапазон в это время 12-18 градусов. Полив не нужен. Раз в месяц ризомы проверяют на предмет порчи. Правила полива и влажность в сезон активной вегетации кусты поливают строго подкорни. Опрыскивать листву и цветки нельзя, так как это провоцирует выявление грибковых заболеваний. Повторный полив проводят только после просушки земляного кома в горшке наполовину. Подкормка и качество почвы. Поскольку объем цветков за сезон поражает воображение, вносить подкормки настоятельно рекомендуется при каждом поливе. Дозировку удобрения для декоративно цветущих комнатных растений с преобладанием фосфора и калия уменьшают 3-4 раза от рекомендованной производителем. Хорошо себя зарекомендовал препарат Фертика Люкс. Почва для посадки подходит легкая и рыхлая. Очень хорошо цветы ахиминеса реагируют на грунт для синполиои, которым до трети от его объема подмешивают рыхлители и косовое волокно. Крупнозернистый песок, вермикулит, перлит. Важно! Для предотвращения грибковых заболеваний почвенную основу пропаривают либо обеззараживают поливом слабым раствором марганцовки, а затем фитоспорина. Размер емкости для цветка объем кашпуп отбирают в зависимости от того, сколько ризом в него будет помещено. Поскольку подавляющее большинство сортов ампельные предпочтения отдают подвесным конструкциям. Если в распоряжении цветовода имеется лишь один ризома, то оптимальный размер горшка для нее 0,7 литра для двух-дрех штата, полтора литра и так далее. Обратите внимание, у посадочной емкости ширина должна быть равной высоте или немного больше. Обрезка и пересадка обрезка побегов растения не требуется. Ее выполняют только в том случае, если плети отрастают слишком длинными и это портит внешний вид. Если растений не так много, то полезно регулярно удалять завязшие венчики. Делают это не только из эстетических соображений, но и чтобы растение не тратило силы на завязывание семян. Пересаживают ахименесы, только если первоначальный горшок оказался слишком мал, а куст разросся слишком сильно. Осенью ризоми извлекают из почвы, отправляя на хранение только здоровые и крепкие. Особенности цветения растения По признанию опытных цветоводов, более благодарное на уход растения, чем ахименес, еще стоит поискать. Регулярные подкормки и умеренный полив, немного солнечного света, и можно быть уверенным, весь сезон дружное цветение будет пышным, обильным, непрерывным. Период активности и покоя после посадки ризом в почву в марте до появления первых всходов проходит две недели. Скорость роста в это время зависит от многих факторов освещения, температуры, качества почвы, состояния ризом, сортовых особенностей. Первые цветы должны появиться в мае. По мере отрастания побегов количество венчиков стремительно увеличивается. Завершается массовое цветение в сентябре. Увидание надземной части занимает 4-6 недель. Все остальное время до следующего марта длится период покоя. Виды и формы цветков и простых видовых форм венчик имеют вид трубки с широким отгибом, состоящим из пяти лопастей. Но новейшие сорта встречаются с большим числом лопастей даже с махровыми венчиками. Цвет бывает на 100% однотонный, с разноцветными крапинками, каемками, градиентом, а также хаотичными пятнами. Способы размножения цветка Многолетник отлично поддается всем видам вегетативного размножения. У некоторых сортов образуется воздушный ризом прямо на стеблях. Они служат прекрасным посадочным материалом, не уступающим подземным. Остальные виды можно размножить верхушечными черенками, листьями и семенами. Выращивание из семян метод разведения считается максимально трудоемким. По этой причине намного проще встретить в продаже ризома химинеса, чем семена, быстро теряющие свою всхожесть. Обычная технология востребована среди селекционеров путем перекрестного опыления, получающих новые оттенки цветков. Внешне семена больше похожи на пыльцу, поэтому их обязательно смешивают с золой или песком и высеивают по поверхности почвы. Обильно влажняют из пульверизатора, накрывают стеклом или пленкой и ожидают появления всходов через 1-2 недели. Обратите внимание, на начальном этапе семянцы развиваются довольно медленно. Первые 2-3 месяца они только наращивают тонкие корешки и крайне неохотно выпускают новые листочки. Рекомендованное время пикировки – фазе 3-4 настоящих листочков. Цветение не всегда наступает в первый год, так как идет активное формирование риза. Черенкование верхушкой крепкого побега с 3-4 мутовками листьев – отличный материал для черенкования. Если есть бутоны, то их отщипывают. Укоренять можно в грунте или воде. Не все черенки приживутся, поэтому стоит взять сразу несколько экземпляров. Цепличку организовывать не требуется. Укорененные черенки ахиминеса важно. Для повышения вероятности корнеобразования в очве срезы стоит обмакнуть в корневин. Подойдут для размножения взрослые здоровые листья с крепкими черешками. Их погружают черешком до нижнего края листовой пластины почву, а сверху накрывают прозрачным стаканчиком или пакетом. На укоренение уйдет больше времени, чем в случае с побегами, но через 2-3 недели корешки должны сформироваться. У прозрачной емкости это будет очень хорошо видно. В дальнейшем за ахиминесом цветком уход в домашних условиях не имеет принципиальных отличий. Укорененные листья ахиминеса проблемы выращивания, болезни и вредители. Наиболее распространены следующие заболевания – хлороз и кольцевая пятнистость. Причина – нарушение агротехники. Нужно отрегулировать освещение полив, температуру, грибковые болезни. Возникают в зараженной почве при переувлажнении. Лечат поливом фунгицидами, сокращают полив, бактериозы. Передаются контактным путем и через почву. В большинстве случаев поможет обработка антибактериальными препаратами алилин-5 или гомаир. Наибольший урон цветам наносит для «белокрылка» паутинный клещ. Особенно рискуют кусты, которые вывешивают кашпу в саду или на открытых балконах. Нежные цветки могут повреждать лсы и шмели. Иногда в горшках можно обнаружить гусениц. Если же кусты высажены в саду, то побеги могут погрызть улитки. Сегодня в продаже представлено много эффективных препаратов низкого класса опасности, которые можно использовать для обработок против вредителей в комнатных условиях и открытом грунте. Актилик и клещевит против паутинного клеща. Фитовяры мактара против большинства известных насекомых. Применяют их курсами из двух-трех обработок с определенным интервалом. Важно! Концентрацию препарата необходимо соблюдать строго по инструкции производителя. При обработках против болезней вредитель важен системный подход. Препараты распыляют или вносят почву не только зараженных растений, но и всех вокруг, чтобы избежать рецидива и защитить всю популяцию. Освещенность и полив на время лечебных мероприятий сокращают. Ахименез цветок очень красивый и неприхотливый, отличающийся богатой палитрой красок разнообразием размеров. Однажды, вырастив хотя бы один кустик, в будущем трудно отказать себе в удовольствии и улыбоваться им все лето напролет, благо ухаживать. Совсем просто.